Активные выходные В зале суда в отношении советника главы администрации города Рязани на общественных началах Александра Зайкина выбрана мера пресечения. Напомню, он стал вторым задержанным по делу муниципального предприятия детское питание. Его руководителя Александра Дворецкого подозревают в получении двух взяток в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей и 420 тысяч рублей. Из зала суда Дина Исляева. Пытался уничтожить следы преступления. Советник главы администрации Рязани Александр Зайкин после получения взятки сделал химчистку своего авто. Следователи уже допросили представителя автосервиса. Материалы приобщили к уголовному делу. Поэтому на судебном заседании, выбирая меру пресечения, представители прокуратуры и регионального следственного комитета предложили заключить Александра Зайкина под стражу на время следствия. Следствие полагает, что иная более мягкая мера пресечения не может быть избрана в отношении Зайкина, потому как преступление, в котором он подозревался в настоящий момент, относится к категории особо тяжелых. Необходимо избрать в отношении Зайкина меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 дня, то есть до 19 декабря 2018 года и ходатайствует перед судом об избрании вышеуказанной меры пресечения. Имеется основание также полагать, что при нахождении на свободе Зайкин может скрыться под тяжестью предъявленного, под тяжестью в настоящее время подозрения, впоследствии, думаю, что обвинение от органов предварительного расследования с целью избежать возможного наказания назначенного судом за совершение им преступления. Сам обвиняемый и его адвокат с этой мерой пресечения не согласились. Они подали ходатайство о заключении Александра Зайкина под домашний арест. Все, что нашли у меня дома, это в паспорте, две точки какие-то, и то все документы, отданные на экспертизу и улитами, таковыми являться не могут. Хорошо, Александр Александрович, это сейчас вы по сути. Вот эти материалы во все понятны? Есть необходимость что-то детально изучить еще? Дело Зайкина стало еще одним громким эпизодом, связанным с деятельностью детского питания. За день до сообщения о задержании Зайкина директоры предприятия задержали на два месяца за взятку в 1 миллион 100 тысяч рублей. Подозреваемый, представившись советником мэра города Рязани, вступил в сговор с директором муниципального предприятия детского питания Дворецким, предложив ему получать взятки за заключение договоров поставки мясопродукции. После того, как директором муниципального предприятия была получена взятка в размере 420 тысяч рублей за поставку мясопродукции, 70 тысяч от указанной взятки вышеуказанный директор оставил себе, а оставшую сумму передал нашему фигуранту Зайкину. В настоящее время Зайкин подозревается в особо тяжком преступлении организации получения взятки в крупном размере. За это уголовным кодексом предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы. В отношении Зайкина судья вынесло решение о заключении под стражу. Его арестовали в зале суда. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани разрушается дом, в котором жила семья Константина Циолковского. Находится он на улице Вознесенской. Его хотели снести, но в ситуацию вмешалась общественность. Работы приостановили. Здание, как могли, законсервировали. Однако это не значило, что будут реставрировать и охранять. В реестр объектов культурного наследия его так и не включили. Подробности далее. Разбитые стекла, вылезающие из здания доски. Так сейчас выглядит дом действительного статского советника Александра Ивановича Колемнина. Чиновника и откупщика эпохи Александра II, приятеля известного земского деятеля Кошелева. Дом предположительно построен в середине 19 века. Известен он тем, что с 1864 по 1868 здесь жила семья основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского. Несколько лет назад здание расселили, как аварийное, и хотели снести. Сейчас оно разрушается. Жители соседних домов больше всего боятся пожара. Старое деревянное строение может вспыхнуть, как спичка, и огонь перекинется на их дома. Ждут, пока сожгут. Уже третий год никого нет, как расселили. В 16-м году их выселили. Видишь, не ремонтируют, не ломают. О доме, где жил Циолковский, заговорили два года назад. Он попал в список ветхого и аварийного фонда. Его планировалось снести в 2017-м. В ситуацию вмешалась общественность. Дом удалось спасти. Но в реестр объектов культурного наследия региона он так и не был внесен. Между тем, находится здание в центре города. Если привести его в порядок, то ему можно было бы найти применение. Я считаю, что как минимум этот дом просто нужно сохранить. А в лучшем случае, значит, его можно было бы использовать, ну, как минимум, под музей Циолковского, да, мемориальный. То есть попробовать восстановить. Понятно, у нас есть Ижевская с музеем. Но в Ижевской далеко не все поедут. А туристы, которые приезжают в Рязань, мне кажется, с удовольствием бы посещали этот музей. От былых жильцов в доме остались разве что старые занавески. Здесь жили 12 семей. В доме был газ, свет. Теперь разве что птицы залетают в разбитые окна. В Рязани было всего три дома, так или иначе, связанных с жизнью Циолковского. Один из них уже уничтожен. Не исключено, что и это ждет та же участь. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». После реконструкции открылся парк железнодорожников. Он находится между площадью Победы и Приолэндом. В процессе благоустройства здесь замостили дорожки, поставили новые скамейки и урны. На праздники в честь окончания работ побывала Галина Кудряшова. Детский смех, зажигательные танцы и песни. Праздником «Выходи гулять» открыли после реконструкции парк железнодорожников. Гостями стали детский театр танца «Созвездие добра», а также певцы, лауреаты международных конкурсов и фестивалей. Надежда Симонова живет рядом и гуляет с внуком в парке почти каждый день. На открытие пришла с удовольствием. А сегодня какие разные игры здесь. Ты в футбол играл? Играл. А в баскетбол играл? Играл. Нравится тебе здесь? Нравится? Парк железнодорожников – одна из старейших зеленых зон Рязани. Она находится между площадью Победы и стадионом «Локомотив». Ее реконструкция прошла в рамках приоритетных программ по поддержке местных инициатив и проекта «Комфортная городская среда». Место выбрали сами жители. В марте парк стал лидером голосования по железнодорожному району. Как-то, наверное, был он в свое время забыт. А вот если сейчас мы его так оживим, я думаю, будем приходить гораздо чаще. Потому что, когда ходим на площадь Победы, почему-то проходим мимо парка. Но, думаю, теперь мы будем это все совмещать. В рамках благоустройства на 10 тысячах квадратных метров появились новые лавочки и урны. Дорожки замостили брусчаткой и плиткой, восстановили освещение. Теперь это прекрасная зона отдыха, где гулять приятно и детям, и взрослым. Очень рады, что парк наконец-то привели в нормальное состояние, потому что гораздо приятнее. Весной, я надеюсь, это все будет еще лучше. Веселее стало и красочнее просто. Детей стало больше приходить. Нам очень понравилось, очень позитив, весело. Много аттракционов для ребятишек, которые радуются и играют здесь. Однако это лишь первая стадия реконструкции. Она была предусмотрена дизайн-проектом. Вскоре в парке появятся клумбы и площадки для посадки липовой аллеи и кустарников. Подрядчик также отремонтирует скульптуру десантнику. Планы на следующий год у нас еще более грандиозные. Мы продолжим работу и по ЦПКО, в котором уже выполнен значительный объем работ в текущем году. Парк Гагарина, его благоустройство тоже будет продолжено. И новые объекты, которые заняли второе место по итогам голосования 18 марта, по ним тоже будет проводиться работа. Открытие обновленного парка железнодорожников принесло множество улыбок и отличное настроение. Юных рязанцев развлекали ростовые куклы, аниматоры. Они участвовали в многочисленных играх и конкурсах. По словам представителей администрации, подобные праздники теперь будут проводиться в парке регулярно. Ведь для этого есть все необходимое. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В 1952 году власти СССР приняли решение создать специальную службу, отвечающую за защиту объектов народного хозяйства. Так, 29 октября появилась вневедомственная охрана батальона полиции. Существует она по сей день, продолжит Валерий Седов. Обмундирование сотрудника вневедомственной охраны состоит из стабильного пистолета, автомата, а также бронежилета и шлема. Оружие получают по карточкам. Для каждого вида она своя. А после уже заступают на дежурство. Аркадий Логинов работает во вневедомственной охране уже 11 лет. Пришел сюда после армии. Говорит, к службе его тянуло всегда. Помог и пример старших. Дедушка по материнской линии служил в милиции. Путь этот и продолжил Аркадий. В первом времени, как всегда, сложно. Но к всему человеку привыкает. Желание. Остальное все дело привычки. Его смены начинаются практически в одно время. С напарником они патрулируют улицы, пресекая возможные правонарушения. Иногда вызовы поступают прямо в машине. Изумруд-5, ответьте интерьер. На связи, Изумруд-5. Работала на тревогу квартиры. Полстовского 15, квартира 20. Проходи, осматривай. Понял тебя. Ситуации бывают самые разные. Аркадий рассказал, что за все время службы приходилось успокаивать много людей. Что и говорить о тех, кто находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако Аркадий всегда старается разрешить ситуацию мирным путем. Это же он советует своему напарнику. С людьми надо разговаривать, всегда быть человеком. Потому что даже когда человек в состоянии опьянения, с ним все равно надо разговаривать спокойно, соблюдать субординацию. Даже когда человек ведет себя, я объясняю ему себя, я не лезю на рожон. Стараюсь все равно разговор, конфликт сгладить. Применять силу иногда приходится. Люди бывают разные. Для этого сотрудники вне ведомственной охраны занимаются в тренажерном зале. Силовая тренировка чередуется с кардионагрузками. По расписанию занимаемся по пятницам. Ездим в спортзал, бегаем, прыгаем. Отрабатываем боевые приемы борьбы. И борьба играет здесь важную роль. Как говорится, тяжело в учении. Вместе с коллегами Аркадий отрабатывает различные приемы обезоруживания нападающего. Обыгрываются всевозможные ситуации. Рукопашный бой, ножи и даже пистолеты. После занятий снова на службу. Получение обмундирования, выезда. Все идет своим чередом. Тем не менее, в рутину это превращаться не должно. Хоть для Аркадия и каждый день не как новый, работать главное с желанием. Это отмечает и начальство. Отличный сотрудник. Выполняет все свои должностные обязанности. Участвует во всех массовых мероприятиях по охране общественного порядка. Также на его счету есть задержание преступников. За это он не распрощирялся. В принципе, хороший сотрудник. Таких бы побольше. В конце рабочего дня Аркадий сдает оружие и идет домой. Ведь главное во все рабочие суете не забывать о тех, кто тебя ждет. А дома Евгения и маленькая Полина уже готовятся к возвращению мужа и отца. Полин, папе, на ужин будем капусту готовить? Да. Да, и щеночек. Маленькой Полине два с половиной года. На игрушечной разделочной доске она готовит любимый папин салат. Греческий. Тот, который практически всегда дает на смену жена Аркадия. Евгения. Каждый раз они с дочерью ждут возвращения своего героя. Папа пришел. Пойдем встречать. Всей семьей они идут на кухню. После тяжелого рабочего дня первым делом хочется, конечно же, перекусить. В зависимости от времени возвращения Аркадия, Евгения готовит или завтрак, или ужин. Профессию мужа я уважаю. Ценю его труд. Переживаю за него. Волнуемся с дочерью, когда он задерживается. Мало ли что-то у них там происходит на работе. Мужчина играет с дочкой, общается с женой, в общем понемногу возвращается к своей привычной гражданской жизни. И так день за днем. Дома он любящий и любимый муж и отец, а на работе заместитель командира взвода, который защищает других людей и выезжает на вызовы по тревожной кнопке. Если кому-то понадобится помощь, он ответит всего два простых слова. Вызов принят. Валерий Седов, Игорь Глотов. Взгляд в будущее. Рано или поздно перед каждым человеком встает выбор жизненного пути. Для того, чтобы облегчить школьникам и их родителям эту непростую задачу, в Рязанском политехническом институте проходят Дни открытых дверей. Очередная институтская суббота была посвящена инженерным специальностям. Творческим началом очередной институтской субботы стал концерт под открытым небом, устроенный студентами для всех горожан. После чего родители и дети смогли войти внутрь альмаматор и подробнее узнать о специальностях, которые представлены в ВУЗе. Рязанский политех сегодня – это настоящая кузница инженерных и строительных кадров, поэтому учиться здесь не только интересно, но и почетно. Важно, что ВУЗ является государственным, и выпускники получают диплом Московского политехнического института. Здесь проходит обучение по всем видам высшего образования. Мы открыли и уже набрали первых магистров по двум направлениям подготовки – архитектуры и строительства. Со следующего года мы открываем два направления магистрских – это электроэнергетика и, естественно, второе направление – технологии машиностроения. У нас есть специалитет. Срок обучения на специалитете у наземщиков 5 лет, у уникальщиков 6. Мы имеем полный набор бакалавриата по основным направлениям подготовки. И со следующего года, коллеги, мы, естественно, начинаем набор на среднее профессиональное образование. Важно отметить, что в текущем году институт получил лицензию о наборе учащихся на среднепрофессиональное обучение. Теперь те абитуриенты, которые по какой-то причине не смогли поступить в институт, в этих же стенах могут учиться на специалистов среднего звена. По окончании поступить уже в политех и обучаться по ускоренной программе. По словам директора Игоря Мурога, здесь планируется ввести четырехступенчатую систему образования. Первая ступень – это инженерные классы, на сегодняшний день их уже 10. Далее идет среднепрофессиональное образование. Третья ступень – непосредственно вуз. И четвертая – это предприятие. Практика-ориентированный подход политеха в обучении узнают многие. Получая инженерную специальность, все студенты осваивают и несколько рабочих профессий. Это дает возможность выпускникам быть востребованными на рынке труда и успешными в жизни. Что отметили и высокие гости, которые, кстати, тоже являются выпускниками. Для чего выбирается учебное заведение? Для того, чтобы не просто получить высшее образование, а для того, чтобы в дальнейшем найти работу, обеспечивать семью. Выпускники политехнического института работают по специальности больше, чем выпускники какого-либо другого вуза. Самое главное – это понять, что если вы будете инвестировать в себя, в свое здоровье, в свое образование, вы будете нужны. Вы будете дорогие. Если нет, то, соответственно, можно продолжать логическую эту цепочку. Поэтому я вас призываю в первую очередь настроиться на то, что надо учиться. Надо учиться всю жизнь, надо стараться, надо получать хорошие, правильные специальности. Екатерина Сон пока еще школьница. Девушка не определилась с профессией, но точно знает, она будет связана со строительством и поступать будет точно в Рязанский политех. Тут очень интересная творческая жизнь, очень много специальностей, есть какие-то возможности где-то участвовать. Тут учились очень много моих родственников, сейчас учится моя сестра. Она очень много всего рассказывает, тут очень интересная жизнь. Марина Зоткина пришла на день открытых дверей в политех одна. Ее дочь очень хотела, но соревнования по танцам внесли свои коррективы. Марина уверена, если ее дочь поступит сюда, сможет и профессию, востребованную получить, и творчество не забросит. У меня здесь уже учится сестра моя, и слышала только все хорошее, то есть самое хорошее. Поэтому моя дочь решила тоже сюда поступать, но только мы будем поступать через два года на строительство уникальных зданий и сооружений. Очередная институтская суббота в Рязанском политехе пройдет 24 ноября. Посетить ВУЗ может любой желающий. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Центр уличного спорта под мостом в минувшие выходные вновь стал площадкой для проведения сразу нескольких спортивных турниров. Ритмы улиц так решили назвать соревнования по воркауту, в которых приняли участие 15 человек. И впервые в Рязани прошел турнир по баскетболу один на один. Мы побывали под мостом. О том, как все прошло, узнаете из сюжета. Я занимаюсь на брусьях. Замереть в воздухе и отвечать на вопросы во время выполнения упражнений у Руслана Абдукаримова получается с завидной легкостью. И неудивительно. Непрерывные тренировки приносят свои результаты. Забегая вперед, можно сказать, что молодой человек занял в турнире «Ритмы улиц» почетное третье место. Он личность разносторонняя, снимается в кино, работает моделью и в то же время сварщиком. И везде находит себя. Признается, чем бы он ни занимался, ему нравится что-то создавать. А воркаут для него немного больше. Это моя стихия. Я занимаюсь уже где-то 8 лет, развиваюсь в этом направлении. Поэтому за делом можешь как-то. Понравилось саморазвиваться. Вот поэтому и занимаюсь. Для того, чтобы начать занятие, надо только желание, турник и брусья. Один из организаторов турнира и тренер по воркауту Александр Слинков говорит, это уличная силовая спортивная гимнастика. Упор идет на работу со своим весом. Базовое упражнение – это отжимания на брусьях, подтягивания и отжимания от пола. Сам Александр начал заниматься 5 лет назад. Признается, ему нравится мотивировать молодежь. Но как судья он строго смотрит за выполнением всех элементов. Основные принципы – это амплитуд движения, чтобы они делали все правильно, чтобы включались те же самые мышцы, которые задействованы изначально в этом упражнении. Турнир по воркауту для Рязани не в новинку. Сюда пришли и других посмотреть, и себя показать. Спортсмены самых разных возрастов и уровня подготовки. На этот раз поддержать инициативу коллег и принять участие решил тренер по футбольному фристайлу и роб-скиппингу Руслан Немировский. Для него это даже не столько возможность показать свои навыки, сколько погрузиться в теплые воспоминания из детства. Для него спорт – не просто образ жизни, а своего рода искусство. Очень стремительно развивается у нас в стране и в городе. В принципе, у нас очень много сильных таких ребят, скажем так, которые пропагандируют данный вид спорта. Победителем турнира по воркауту стал Евгений Александров. Молодой человек планирует службу в армии, после чего хочет связать свою жизнь со спортом и получить соответствующее образование. А пока скромно говорит, что победе рад. Давно достаточно я не участвовал, наверное, с момента 2015-2016 года. Да, очень приятно, конечно, то, что по базовым элементам, так сказать, еще не стулся. А так очень приятно, то, что люди реально молодые, у них есть свои цели, достижения. Еще одним событием субботы стал турнир по баскетболу один на один. В данном формате соревнования в Рязани прошли впервые. 16 лучших баскетболистов города вышли на площадку, чтобы показать свое мастерство. Взяли идею, был мировой тур серии «Рэдбулл». То есть взяли идею серии «Рэдбула». Один на один, то есть если классический баскетбол пять на пять, если баскетбол три на три, то играют три на три в одно кольцо, а баскетбол один на один, то есть играем человек лицом к лицу, то есть один против одного, то есть всего два человека на площадке. Несмотря на то, что на улице сильно похолодало, Сергей Савкин надеется, что до закрытия сезона еще далеко, и они порадуют рязанцев хорошей игрой. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В субботу, 27 октября, в Рязанском цирке состоялось первое выступление варшавского коллектива. Жонглеры, клоуны, акробаты, а также верблюды, кенгуру и, конечно же, слоны. В общем, лучше один раз увидеть. Словно по волшебству, под куполом цирка летает жонглер, то опускаясь, то поднимаясь вновь. Вместе с другими жонглерами они совершают необычные трюки, ловко перебрасываясь булавами. И это только начало представления. Их сменяют лошади, которые по команде дритировщика то падают на одно колено, то поднимаются в танцы. Животные бегают по краю манежа рядом с маленькими детьми, которые в восторге от такого зрелища. Яркие номера чередовались с выступлениями клоунов. Коллектив под названием «Внуки лейтенанта Шмидта» продемонстрировал зрителям различные смешные сценки. Номера меняются один за другим. Следом на манеже появляются эквилибристы. Они поднимаются в воздух, держась только на руках. Но на этом номера не заканчивались. После каждого этапа зрители закрывали рот руками, беспрестанно наблюдая за следующим номером, который становился все сложнее и сложнее. В первом отделении на манеже цирка выступили дрессированные собаки и даже верблюды. Они пускались в пляс и ходили около юных зрителей. Родители и дети от такого были в восторге. Как тебе представление? Хорошо. Что запомнилось? Какие номера понравились? Мне понравился «Вюблю». Очень понравилось. Тем более цирк такой обновленный, красивый. Все очень нравится. Мне очень понравилось. Все прекрасно. Очень нравится. Сын доволен. Животные близко, красиво. Все на хорошем уровне. Шикарно. Все очень нравится. После антракта началось второе отделение. На манеже цирка появились акробаты, которые парили как над зрителями, так и под куполом. Порой они создавали немыслимые фигуры. А затем появились самые главные участники программы – индийские слоны. Это Дженни и Магда, руководит ими дрессировщик Сергей Гулевич. Важно отметить, что в руках у него нет ни хлыста, ни крюка. Животные слушают команды дрессировщика. Благодаря терпению ласки слоны встают на две ноги, танцуют на манеже и катают на своем хоботе наездницу. Для зрителей вся программа пронеслась за секунду. Счастливые дети и взрослые отправились домой. А цирковая группа стала готовиться к новым представлениям, которые состоятся уже в эти выходные. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Таким был этот день. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok